Я хочу рассказать об утверждении Прабхупады о том, что лекарство от оскорблений Святого Имени заключается в том, чтобы продолжать воспевание. Я хочу разъяснить этот момент, потому что здесь есть небольшой нюанс, который нужно уточнить. Бхактирино Датхаку приводит такой пример. Мы находимся в океане, и когда мы воспеваем правильно, мы движемся из океана материального существования к берегам лотосных стоп Кришны, или к берегам Байкунтхи, к берегам духовного мира. А когда мы повторяем мантру неправильно, то есть на более низком уровне Нама Абхасы, то как будто топчемся на месте. Вы не тонете, но и не двигаетесь к своей цели. И я думаю, порой преданные топчутся на месте, а вода уже дошла до этого уровня, и они уже вот-вот утонут. Прабхупада говорит, и об этом сказано в шастре, об этом говорит Бхактирино Датхакур, что лекарство от Нама Абхарадхи заключается в том, чтобы продолжать воспевание. Но иногда такое воспевание напоминает плавание по собачьи. По крайней мере, вы остаетесь живым, вы воспеваете. Вы на самом деле не двигаетесь к берегу, но остаетесь живым. Оставаться в живых – это же хорошо? Да, но это еще не высшее благо. Итак, я продолжаю воспевать. Подумайте об этом. Если вы практикуетесь в чем-то, и учитель говорит, практикуйся. И если получается не очень хорошо, то просто продолжай это делать, и однажды ты сможешь. Это правда. Но если вы постоянно практикуете неправильно, то как же вы достигнете результата? Вы же делаете неправильно. Итак, смысл не в том, чтобы продолжать воспевать с оскорблениями. Как вам поможет оскорбительное воспевание? Оно не поможет. Идея в том, чтобы продолжать воспевать, для того, чтобы перестать совершать оскорбления, и воспевать как следует. Конечно, если вы совсем не будете воспевать, то улучшить свое воспевание не получится. Вы можете сидеть и думать. Я перестану воспевать, и не буду этого делать до тех пор, пока не смогу воспевать без оскорблений. И так, это процесс, в ходе которого вы прилагаете усилия, чтобы воспевать без оскорблений. Вот о чем идет речь. А не просто воспевание в том же духе, как вы всегда воспевали. И я хочу добавить еще одну вещь. Бхакти Винодатхакур говорил, что мы должны воспевать с чувством раскаяния. Что это значит? Он объясняет. С чувством раскаяния в том, что мы совершали оскорбление Святого Имени. Итак, если я пытаюсь избавиться от Нама Апарадхи путем воспевания, это должно быть качественное воспевание. Я должен воспевать, стараясь при этом избегать оскорблений. И это очень мощная идея, раскаиваясь в том, что я воспевал с оскорблениями. Кришна, прости меня за то, что я так относился к Твоему Святому Имени, что не принимал Твое Святое Имя всем сердцем искренне, не совершал искренних усилий при воспевании, но позволял себе воспевать и при этом наносить Тебе оскорбления. Вот с таким раскаянием. Идея в том, что раскаяние приводит к исправлению. В этом весь смысл слова «раскаяние». Раскаяние, не приводящее к исправлению. Что это такое? Это просто становится отговоркой. Я раскаиваюсь, мне очень жаль. Иногда люди говорят «извините», и вы понимаете. Они извиняются, потому что собираются вновь делать то же самое. Но когда человек говорит «извините, я больше никогда не буду этого делать, мне очень жаль, простите меня, пожалуйста, я больше никогда не буду этого делать, это был очень плохой поступок». Тогда вы говорите «хорошо». В этом суть раскаяния. Не то, что вы воспеваете, 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 и автоматически избавитесь от оскорблений. Вы можете постоянно воспевать с оскорблениями. А воспевание с оскорблениями не является нашей целью. Это не сильно помогает. Это уже что-то. Вода находится вот здесь. Вы не утонули. Но это не поможет вам добраться до берега. В конце концов, именно Шудха нам поможет добраться до берега. Нам Абхаз – это мост, это то, что помогает вам двигаться к берегу. В этом суть. Харе Кришна. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»